Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, которые влияют напрямую на динамику тех торговых инструментов, финансовых активов, которыми мы спекулируем. Сразу предлагаю прийти к делу и начать с нефтянки, которая сейчас торгуется на отметке 59.18, хотя накануне мы видели прострел и попытку покупателей все-таки закрепиться выше 60 долларов за бар. Локальный максимум составил 60.25, но, к сожалению, попытка оказаться над указанным сопротивлением и превратить его в поддержку снова не получалась успехом. Цены продолжают находиться на тех уровнях, что и днем ранее, что и на прошлой неделе, друзья. Вы понимаете, что, наверное, это связано прежде всего с тем, что новостной фон не меняется. Это действительно так. Мы по-прежнему в отношении нефти говорим про сохраняющуюся неопределенность во внешней торговле. Здесь основная причина торгового конфликта США и Китая. Да, Штаты периодически снабжают общественность позитивными комментариями. Вот последний, со ссылкой на Трамп, о том, что он лично планирует подписать первый этап соглашения на полях саммита ОТЭЦ в Чили, который состоится уже в ноябре. Но Китай придерживается немного другой позиции. Китай готов был ранее подписать первый этап соглашения, если бы Штаты отказались от намерения повысить китайские ипортные пошлины на, собственно, 25%. Решение должно было вступить 15 декабря и, скорее всего, вступит. Но Штаты пока от этих намерений не отказываются. Ну и по этой причине, друзья, мы говорим о том, что страны по-прежнему далеки от того самого соглашения, которое ранее должно было лечь в основу двухстороннего соглашения и преодолеть торговый конфликт. Либо, скажем, как есть торговую войну. Второй фактор неопределенности – это Brexit. Мы следим за тем, как развиваются баталии и парламентские обсуждения по повестке и соглашению о выходе Англии из состава Европейского Союза. Еще один день миновал ратификация соглашения. Нет шансов на то, что сделку одобрят все меньше и меньше до 31 октября. Соответственно, напротив, увеличиваются шансы и вероятность жесткого Brexit. То есть, все это, по идее, очень хороший фон для того, чтобы не тянку продавать, но на рынке сейчас не нужно недооценивать позитивный настрой трейдеров, считающих, что где-то все-таки оптимистичный исход может произойти и где-то позитив все-таки появится. Сегодня для рынка нефти есть еще один важный отчет – это данные по запасам нефти, которые выйдут в 17.30 по московскому времени. Друзья, повторяю, что за этим отчетом важно последить, потому что раннее увеличение запасов выступало в качестве риска роста предложений на фоне замедления темпов мирового экономического восстановления. Это также било котировкам нефти. Сегодня цикл с пяти недель подряд, когда запасы росли, может быть прерван. Соответственно, в случае снижения запасов у котировок нефти появится возможность снова протестировать 60 долларов за баррель. Но в целом на какую-то интересную динамику я пока что не настраиваюсь, потому что новостной фон в отношении сырьевых активов не дает возможности сейчас зацепиться за что-то реально крутое. Евро против доллара 1.11.21. Как только европейская валюта лишилась фактора поддержки для себя как хороших настроений, то есть инвесторского спроса на позитиве по Брекзиту, стало ясно, что евро будет только снижаться. Европейская валюта действительно против доллара снижается уже третий день подряд. Впереди он на заседание Европейского центрального банка, важнейшее историческое заседание, потому что это последнее заседание для Марио Драги. Я повторюсь, друзья, что, наверное, не стоит рассчитывать на какие-то изменения в моменте, но прогнозы о том, что эти изменения будут до конца этого года, могут быть даны. Я считаю, что это будет равносильно тем решениям, которые могли бы быть приняты в моменте, потому что сигнал о большем стимулировании экономики, о проведении более агрессивного монетарного мягкого режима, это, конечно же, то, что должно обеспечить условия для снижения главного валютного риска. И, кроме того, евро снижается уже много недель подряд, не просто так. Поэтому, в целом, ждем как минимум возвращения пары к отметке 1.10. Фунт против доллара 1.2862. Британская валюта не смогла закрепиться выше уровня 1.30, не смогла удержаться выше отметки 1.29. И вот, фактически, несколько часов назад мы были на грани теста уровня 1.28. Все просто, друзья, очередной раунд голосования, обсуждения сделки, ранее достигнутой между Англией и Европейским Союзом, то есть очередная попытка Джонсона проточнить соглашение, не увенчалась в успехе. Но поскольку ему это не удалось сделать накануне, шансов на то, что успех у этого предприятия будет до конца этого года, фактически сейчас сводится к нулю. Плюс ко всему, Джонсон еще сам подлил масло в вагоне, для тех, кто еще не в курсе, сделал комментарий о том, что какие-либо изменения в текущее соглашение вноситься со стороны Англии, со стороны правительства уже не будет. И лично он не собирается участвовать в очередном переносе сроков, в очередной отсрочке Брэзита. Да, он уважил требования парламента, но в то же время мы помним, что он отправил параллельно еще несколько писем, в которых раскритиковал позицию парламента и донес свою позицию, в которой призывает Европейский Союз все-таки не совершать ошибку и не давать более отсрочки, потому что это только лишь усилит политическую неопределенность и оставит страны, ЕС и Англию в состоянии тупика. Я думаю, что 31 октября, друзья, произойдет что-то очень интересное, вплоть до реализации жесткого Брэксита Джонсон может выкинуть какой-нибудь номер. В конце концов, это потенциальный негатив, он снижается уже, как я отметил сейчас, возможно, мы такими стараниями очень скоро окажемся на уровне 1.25. Доллар канадец 1.3101, против канадца действует сейчас статистика роничной продажи, которую разочаровали, шанс того, что и Банк Канады также начнет снижать процентные ставки, повысился. Интересная еще тема политическая, Трюдо, премьер-министр Канады, не смог получить парламентского большинства, теперь ему придется договариваться с левыми партиями, снова демократически, и это впоследствии вполне может создать сложности для реализации проекта по вводу новых нефтяных трубопроводов, потому что как раз левая партия против таких инициатив. И это риск также для канадской экономики, потому что не забывайте, нефтянка это, по сути, одна из главных кормилец для этого региона. Я жду пару в районе отметки 1.33-1.34, уже в длинных позициях, и рекомендую вам также к ним присоединяться. Доллар иена 108.34, поскольку вероятность жесткого брейства увеличилась, мы видим спрос на защиту и видим, что доллар иена снижается. Впереди заседание Федрезерва, возможность увидеть еще одно снижение процентной ставки, соответственно, дополнительный фактор давления на пару доллар иена. Золото 1490, но поскольку я уже отметил высокую вероятность реализации жесткого Брекзита, соответственно, спрос должен проявиться и на рынке драгоценных металлов, поэтому 1490 может очень быстро превратиться в котировки выше 1500 долларов за тройскую унцию. Цели, в принципе, долгосрочные, остаются неизменными 1540-1550. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.